Друзья, добрый день! И сегодня у нас в эфире наш новенький красавчик черный ягуар по имени Брабус. Так, ну и в принципе все как обычно. Так как вы знаете все, что происходит у нас в парке, в нашей жизни, держим вас в курсе и оповещаем о том, что у котенка не совсем все хорошо. Он немного, не можем мы назвать это, приболел, но у него проблемы с пищеварением. Прошлый зоопарк, к сожалению, не сказал мне никакой конкретики по поводу того, что чем правильно кормили, потому что сотрудники говорят одно, а руководители говорят другое. И мы не можем дойти до той сути, которая есть. На самом деле это очень грустно и печально, потому что котенок в этом не виноват. Ну да ладно, не будем там уже это обсуждать. Сейчас у него есть сложности с перевариванием пищи, у него периодически спазмы идут в желудке, и у них, у маленьких котят, конечно, это все очень сильно проявляется, они показывают это. Брабус на прогулке ведет себя очень беспокойно, он периодически останавливается в среднем раз в 5-10 минут, издает звуки жалобные, то есть он выгинается, втягивает живот и дает всячески понять, что ему больно. Лежит, отдыхает и затем его отпускает. Сейчас мы начали применять препараты, опять же с госпиталем Дикой Природы мы на связи с Сергеем Гершовым. Всюду ему огромное спасибо. Уже сдали все анализы, съездили в клинику, ждем. Смотрите, он так сильно держит, к слову, насколько сильный у Ягуара челюсти, так держит, тоже засыпает. Вот, так что, друзья, у нашего котенка в целом все хорошо, но есть все-таки сложности с его пищеварением. Я очень надеюсь, что скоро это все пройдет и никаких больше проблем у него в жизни не будет, но пока так. Так, ездим часто в клинике, берем, сдаем кровь на клинический, биохимический анализ, на инфекции. Вот, так что, друзья, такие вот у нас новости. И снова вы в курсе всего, только посмотрите, в эти шикарные глаза. Засыпает маленький котенок. Скажи, нет, не тут там было, я вообще-то не засыпаю. Это очень-очень сильная челюсть у Ягуара, он всеми силами, и вот сейчас перетягивает вот эту вот игрушку. Игрушка, кстати, тоже очень крепкая, и пока что челюстям Ягуара она не поддалась. Но уже есть какие-то звоночки, что скоро она сдастся, потому что затяжки уже есть. Я думаю, что скоро и какие-то первые рваные клочки будут. Ну, ты вот второй раз уже головой стукаешься об стенку. Так-то, видите, котенок активный, у котенка, в принципе, все хорошо. Но, к сожалению, вот есть сложности у него с пищеварением. Мы полагаем, что все-таки это не инфекция, не вирусная, точнее, инфекция, возможно, бактериальная. Что тоже мало, конечно, приятного, но это не так страшно, если у него был бы какой-нибудь вирус. Зайц, тебе нормально? Мне кажется, тебе... Хотя тебе нормально. Давай мы с тобой залезем наверх на Пумкин домик. Давай, посмотрите, насколько сильны ягуары. Конечно, Пумка никогда так не играла настолько в перетягивание каната, но для ягуара это видоспецифичное поведение, так как, конечно, эти сильнейшие челюсти нуждаются в тренинге и нуждаются в активности, чтобы давать им нагрузку. Давай, запрыгивай, 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 запрыгивай. Малыш, давай. Ты уже будешь прыгать? Ой, молодец какой! Ты большой-большой, умничка. Так что, дорогие друзья, вы теперь в курсе всего происходящего, что у нас происходит с Брабусом. Давайте пожелаем ему удачи, чтобы как можно скорее он поправился, мы сделаем все для этого, чтобы наш малыш не чувствовал боли, не чувствовал тяжести, не чувствовал никаких спазмов, чтобы скорее у него все было хорошо. Скоро произойдет их знакомство с Пумкой, и обязательно это заснимем, покажем вам. Так что давайте держать кулачки, ну а пока что пожелаем ему просто как можно скорее выздороветь. Так что, друзья, до новых встреч и на связи. Субтитры создавал DimaTorzok